Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить о малочисленных северных народностях, но в частности, конечно же, про ивенков, которые в нашей Амурской области представлены, скажем так, откровенно небогато. Всего 1300 человек где-то проживают на нашей территории, и правительство считает своим долгом о них заботиться. Вот совсем недавно в средствах массовой информации появилась новость о том, что ивенкам выделили определенную сумму из бюджета. Вот об этом и о многом другом мы сегодня будем говорить с Никифоровой Светланой Дмитриевны, начальником отдела развития коренных малочисленных народов Севера Министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Здравствуйте! Здравствуйте, Светлана Дмитриевна! Светлана Дмитриевна, ну вот сначала, естественно, поговорим о деньгах, о том, во-первых, сколько выделено, ну и, соответственно, зачем? Для каких целей? Ну, в общем, нам ежегодно оказывается федеральная поддержка на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов, так называемые субсидия, которую мы в рамках нашей утвержденной два года назад областной программы можем направить на любое мероприятие в рамках этой программы. То есть, я так понимаю, что вы решаете непосредственно, на какое из мероприятий будет направлена эта сумма, да? Ну, в общем, в прошлом году мы эту поддержку направили на строительство объектов культуры муниципальной собственности в связи с тем, что объекты культуры в местах традиционного проживания у них очень большая изношенность, и поэтому мы решили на уровне области поддержать все-таки коренные народы и начать и продолжать строительство объектов культуры, именно клубов на территориях. Ну вот из этих 1300 человек какое количество, то есть сколько есть коллективов, которые могут действительно показывать культуру именкийскую? Ну у нас вот в прошлом году есть ансамбль в селе Ивановском Дюгалден, который получил звание народного, есть ансамбль в Уснюк же тоже получивший на звание народного Гудяй Дунны. Поэтому молодежь, участвуя в этих коллективах, продолжает, сохраняет культуру своих предков. То есть, в принципе, традиции не передаются от родителей к детям, да? Наверняка все-таки, ну, молодежь есть молодежь, ну, куда деться? Хоть и на амурское, хоть и на именкийское, хоть и на российское, хоть какая. В любом случае, они как-то живут в этом времени современном, и наверняка как-то вот, ну, утрачиваются эти корни. Все-таки появляются какие-то средства, интересные гаджеты. И на языке наверняка они не говорят на иенкийском. Это так или нет? Или разубедить у него может быть? Ну, в общем-то, как бы, сохранять культуру они все бы хотели. И мы в этом им помогаем. Вот, допустим, в рамках программы мы в прошлом году выделяли средства на издание словаря Говара. Ленкийского языка. Зейского Говара, да. И также вот в конце года у нас вышел словарь Селимжинского Говара, первая часть. Ну, вот как бы старайтесь. То есть языковые традиции, они несколько утрачиваются, да? Утрачиваются, конечно. Ну, а что касается культурных, тут все хорошо? То есть традиционные танцы, я так понимаю, коллектив не один, наверняка они все знают, да? Да, вот два коллектива, конечно, это очень наши звездочки Амурской области. Я уже считаю так, потому что, получив звание народного, они сейчас у нас выходят и на... Международный уровень? Нет, на более высокий уровень. Они выступают за пределами нашего региона и часто привозят оттуда... Награды. Награды, награды. Очень хорошо. Вот скажите еще, я знаю, что кроме того, что есть такая вот замечательная федеральная поддержка, которая будет на развитие культуры, все-таки так назову это, направлена. А есть еще областная субсидия, которая тоже выделится в этом году. Если можете, озвучьте, на что будет направлено, что это будет, какая сумма? В общем, в рамках программы развития села Министерства сельского хозяйства у нас предусмотрена поддержка на северное оленеводство. Это поддержка ежегодная, и, кстати, это софинансирование идет из федерального бюджета. Оно в прошлом году составляло 300 рублей, а из областного бюджета 1880 рублей на одну голову. Ну, а если объединить, суммировать, то, насколько я знаю, там сумма где-то около 15 миллионов, да? В этом году, да, предусмотрено в рамках этой программы мы на софинансирование 15 миллионов, поэтому ставки увеличиваются 2500 рублей на одну голову оленя из областного бюджета, ну и порядка 300 рублей из федерального бюджета. В общей сумме получается около 3000 на одну голову. Это самая, как бы сказать, высокая ставка поддержки... По всей стране, да? Ну, в Дальневосточном федеральном округе. Однозначно. Однозначно, да, высокая. Вот скажите, а это вообще нужно? Насколько необходима такая поддержка, вот что касается того же оленеводства? Ну, если смотреть на то, что у нас оленеводство как бы является убыточным, и оно не даёт прироста, но поддерживать вот эту вот этническую группу, да, как оленеводы и венки, их надо. Поэтому эта вот поддержка, она увеличивается с каждым годом. Потому что затраты, они растут. В рамках этой поддержки они могут и строить корали, могут покупать спидодежду, боеприпасы. В общем, защищать стада от хищников – это очень большие затраты. Ну, конечно же, хочется мне вас расспросить о тех мероприятиях, где мы непосредственно можем познакомиться, может быть, с оленкиской культурой или что-то узнать больше об их промыслах национальных. Вот, в частности, знаю, что на этой неделе буквально состоится спортивное соревнование по национальным видам спорта. Для меня, конечно, это что-то очень интересное. Скажите, где это будет, когда кто сможет увидеть, потому что нас смотрит вся область, наверняка кто-то обязательно поприсутствует. Ну, наступила такая пора, что март месяц – это традиционно в области месяц проведения праздников День Оленевода. И вот Министерством спорта решили организовать спартакиаду областную, спартакиаду народов севера. И она пройдет в селе Уснюк, Жатынинского района, где соберутся представители из других поселений, где проживают эвенки, а также представители из республики Саха-Якутия тоже будут приглашены. А когда это будет? Какого числа? 23 марта. Селе Уснюк, Жатынинского района. Я знаю, что у вас еще есть традиционные события, которые всегда посещаете с огромным интересом. Это выставка-ярмарка «Сокровище Севера», которая пройдет в городе Москве. То есть придется вот это вот все, достояние вывозить туда. Это сложно? Ну, вот международная выставка-ярмарка, она ежегодная. Мы участвуем, Амурская область у нас участвует 3-4 года подряд. Первое посещение у нас было очень, так скажем, благотворным. Мы получили очень много призов, повезли своих мастериц туда. В этом году на выставке-ярмарке нас будет, Амурская область будет представлять Первомайская школа, учебно-производственный комбинат. И учебно-производственный комбинат, они как раз представят ту продукцию эвенкийскую, которую они выпускают при школе. А что именно они там делают? Они шьют национальную одежду. Это уже детки делают? Детки делают. Ну, если, допустим, изготовление одного костюма эвенкийского, женского, уходит очень много времени, ну, поэтому они и готовились заранее. Также они будут делать, уже изготовили сувениры. В общем... Ну, если название такого выставка-ярмарка, наверняка там для зрителей особо интересно, что можно что-то купить, можно что-то взять непосредственно себе. Вообще зрителей бывает много, и желающих приобрести что-то? Ну, зрители... В общем, выставка-ярмарка, она ежегодная, и поэтому там уже есть свои люди. Свой круг какой-то. Свой круг людей, которые вот приходят именно, и каждый день они приходят, смотрят, потому что обойти эту выставку за один день невозможно, всё попробовать, посмотреть мастер-классы, попробовать ту продукцию и вообще пообщаться. Там очень много, как бы, знакомых. Что пользуется, какая продукция пользуется особой популярностью? Наверное, то, что едят. Мне так кажется. То, что едят, конечно. Это рыба, ягода, орехи, сушёное мясо, вяленое мясо. Ну, у нас нет такой возможности, конечно, представить эту продукцию именно там. Поэтому мы участвуем в номинациях по изделиям национальной одежды, зимние, летние, сувениры. И как бы... Ну, в прошлом году мы пробовали фито-чаи. Да. Это селоуснюк уже постарался. Это будет в мае, да? Это будет 7 мая. Седьмого по 11 мая. Ну что ж, Светлана Дмитриевна, я вам желаю искренне, чтобы всё там прошло везде хорошо, на всех мероприятиях. Вам побольше, действительно, всяких разных площадок, где мы могли реализовываться и венки. Потому что мне кажется, что эта культура достойная, и действительно, на неё смотреть всегда очень интересно. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Сегодня у нас в гостях была Светлана Дмитриевна Никифорова, начальник отдела развития коренных малочисленных народов Севера, Министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Светлана Дмитриевна Никифорова